Первое послание Петра. Прошло две недели, мы читали 2 главу, сегодня 3 глава. Я напомню один стих такой из предыдущей главы, стих 12, 1 Петра 2 глава 12 стих. И провождать добродетельную жизнь между язычниками дабы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. И стихи после этого в 2 главе, и наша 3 глава развивает и применяет это наставление в разных сферах жизни, чтобы мы, всех тех, кто уверовал в Иисуса Христа своей жизнью, показали, что многие эти сплетни, которые наговаривают, чтобы очернить христиан, они выдуманы, это ложь. И чтобы наша жизнь, наша жизнь показала, насколько мы в благодати Божьей поступаем угодно и благословерно и для Бога, и для людей. И сначала Петр говорил о том, какие мы должны быть как члены нашего общества, государства. Тогда, когда государство начало подозревать и даже оговаривать, что верующие не были надежные, не патриотичные, еще что-то, что они своей покорностью, своей верностью показали, что это не так. Также говорил Петр о том, что такое же должно быть отношение и к работодателям, там были буквально и хозяева, которые имели рабов, эти хозяева зачастую были неверующие. И о том, что уважение и добросовестный труд показали, что наш настоящий Хозяин, наш Господь Христос очень добрый, и Он делает нас добрыми, честными и верными. И уже в третьей главе Петр начинает говорить о семейной жизни, о том, как красота семейной жизни, христиан покажет, как же красотуется Христа и Его учения. И начинает наслаждение, прежде всего, для жен, потому что и жены в своих семьях подчинялись мужьям, подчиняются мужьям. И если у них мужья неверующие, то тоже возникала проблема, потому что по римским устоям общества ихнего, как правило, было так, что ту веру, которую исповедует глава семейства, муж, ту и веру должна исповедовать жена. Вот случалось так, что жена становилась христианкой, а муж не принимал христианство. И тут же это ставило поводом, что начали на жен смотреть, как бы они не так. Так, 1 Петра, 3 глава. Наставление для жен, прежде всего, для тех жен, которые имеют мужей неверующих. Хотя эти принципы касаются всех жен. Здесь говорится о подчинении, о покорности. Но прежде всего, для тех, у кого... Их не мужья, не верующие. 1 Петра, 3 глава. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Говорится о женах, которые имеют мужа и каких? Мужья что делают? Мужья не покоряются слову. Не ихнему слову, а как бы слову евангельскому, слову Божьему. Не подчиняется Богу. Ну, а жена, наверное, не раз мы и говорили о том, что, слушай, уверуйся, покрайся, я приезжаю за твое спасение. Вот они не покоряются ни Богу, ни этому слову, которое слышат, ни Евангелие. Вот они, Слово Божье, не покоряются. Что должна делать в таком случае христианка? Они, Слово Божье, не покоряются, они Богу не покоряются. А что повелевается жене? А жене повелевается ему покоряться. Вот еще раз. Начало стиха. Так же и вы же, они повинуйтесь своим мужьям. Повиноваться тем, которые сами не повинуются. И в этом их не проблема, что они Богу не хотят подчиниться. Они упертые, они гордые. Но выход не в том, чтобы тоже упереться. А ты не подчиняешься, я не буду подчиняться в тебе. Ты плохой муж. А наоборот, они не подчиняются Богу, а вы им подчиняетесь. Вообще, это принцип для любой семьи, для каждой семьи. Но, когда, возможно, муж христианин, возможно, легче было христианке подчиняться. А если он упертый Богу, кажется, ну, и мне можно посвоевольничать. И что это поможет ему? Это поможет ему увидеть красоту и настоящую женственность его жены. Увидеть, как прекрасно то подчинение, которое дает ей Христос и Бог, в который она верует. Может, ему в свое время захотеть подчиниться Господу и Богу, Иисусу Христу, которому он не подчиняется. Причем говорится о том, что, вот, конец первого стиха, говорится, прежде всего, о жизни. О жизни, о жизни жены, у которой муж не верующий. Житьем жен своих без слова приобретаем. Ну, здесь не сказано о том, что нельзя ему говорить о Боге, а о вопросе, что он просто не хочет слушать о Боге. Он не хочет слушать. Ему это не нравится. Он отвергает. И не нужно, может быть, против и уволен, застарать его слушать. Но жить жизнью, которую эта Евангелие показывает, нужно. Житьем жен. Покажи, как Христос тебе помогает жить правильно. Стих 3. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. То, что внешнее, вот там, внешнее плетение, внешняя нарядность, все четвертое. Но сокровенное, сокровенное, это то, что невидимое, это внутреннее. То, что, какая ты будешь в характере, но сокровенное сердце, человек в нетленной красоте. Красота, которая не портится, не стареет. В нетленной красоте. И вот, как красота кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Ну и тогда женщины, особенно в Риме, предавались чрезмерному, чрезмерному. Увлечению своей внешней стороной, своей внешней красотой, были очень такие сложные, замысловатые, очень сложные. Прически, которые нужно было делать часами, но не выходя как бы в общество, в свет, старались это иметь. Всевозможные дорогостоящие украшения цепляли. Не просто одежда, а изысканная одежда. Ну и эта вся красота была на показ, на то, что видели все. И эта красота, как бы, не глубокая, даже как бы не настоящая. Это просто как бы внешняя упаковка. И Петра говорит, пусть верующая женщина думает не об этом внешности, которую... Почему женщина это делает? Даже не столько ради своего мужа, сколько, наверное, из-за других мужчин. Потому что, ну, муж и так знает, какая это есть без всего этого, да? Ну, без всех этих внешних нарядов. Ну, пусть будет у тебя настоящая красота, которая видна будет прежде всего мужу, и только мужу. То, как ты себя ведешь. Твои поступки, твоя жизнь, твое отношение к нему. И вот два слова здесь, да, вот в этой красоте. Кроткого и молчаливого дух. Кроткого и молчаливого дух. Ну, Христос говорит о себе, что он кроток, да, и смирен тверцам. Он призывает всех нас, всех нас, учиться у него кротости. Кротость – это готовность подчиняться, быть покорным. И послушным. Кроткого, ну, а почему молчаливого, как вы думаете, сестры? Почему вот кроткий и вот, как два синонима – кроткий и молчаливый? Как вы думаете, почему именно кроткий и молчаливый? Вы можете вспомнить плитчи Соломона. Помните, там есть ряд плитчей, которые Соломон писал о том, что иногда мужу в доме тяжело, сложно, потому что жена его очень сварливая и так дальше. Чем сварливая жена в доме, да. Вот, сварливая жена – это вот, это не молчаливая. Кроткий сказал, муж подчинилась. Молчание – это как бы синоним или сопутствующий идет к кроткому характеру. Она не будет сварливой, она не будет огрызаться, да, вот все. Она будет с уважением, с подчинением. Она может говорить, и она будет говорить, но здесь сказано, прежде всего, в отношении подчинения, в отношении кротости. Она не будет стараться переубедить, доказать, что муж и Павел управляют домом, что нужно слушаться ее. Она будет иметь то положение, которое вот перед Богом, вот сказано, что драгоценно перед Богом. То есть это ценно перед Богом. Потому что таким вот поведением, покорным, послушным, немногословным, когда решаются какие-то вопросы, она не просто показывает уважение к мужу, она показывает уважение к Богу, который сам создал семью. Создавая семью, Бог сказал, что вот ты жена, ты будешь помощница. Он говорит, а ты будешь помощница. И жена просто признает Бога как мудрого Творца, и Бог это ценит. Для Бога это ценно, для Бога это драгоценно. Еще два стиха, в предложении этого наставления. Так некогда и святые жены, святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Чем себя украшали? Повинуясь своим мужьям. Украшали себя. Украсть себя жена, да? Могут быть разные ассоциации. Повинуясь своим мужьям. Украшали себя. И пример таких вот святых жен приводится Сара, стих 6. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если сделаете добро, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Помните вообще историю жизни Сары и Авраама, и их какие отношения? И помните, там не раз в этом повествовании подчеркивалось, что Сара была как, очень красива, да? У нее была как бы даже в старости какая-то особенная красота, даже с возрастом особенная красота. Так вот, здесь говорится о том, что Сара была красива. В бытии мало говорится о том, как она была красива. Вот здесь Петр подчеркивает, что делало ее красивой. Что делало ее красивой даже когда с возрастом появлялись морщины, когда волосы становились седые. И что делало ее красивой? Ее дело красивой, прежде всего, ее душа, ее характер, ее правильное, уважительное отношение к мужу. Она называла его своим господином. Причем, вот есть только однажды в книге Бытие, где указано, когда именно Сара назвала его господином. Давайте откроем этот текст, это Бытие, 18 глава, стих 12, Бытие 18-12, очень, тоже будет хороший урок. Сара внутренне рассмеялась, сказал, то есть это внутренне, сама в себе, не в слух было. Не ли, когда я состарилась иметь сие утешение и господин мой стар? Это единственный случай в этой истории, где сказано, что вот она назвала Авраама господином. Но она назвала его не в голос, не в слух, он это не слушал, это слышали ангелы, которые пришли с этой вестью, что у них будет сын, она подслушала. И ангелы сказали Аврааму, слушай, твоя жена в душе смеется. Она в душе, в душе, и это еще более ценно. Знаете, когда, то есть, если бы она называла просто Авраама, ну, публично, господин или Панми Авраама, да, публично, ну, это, может быть, она его внешне показывала, что уважает, а внутри могла, когда думать совсем по нему другому. Например, как мы называем, ну, людей, которые где-то выше нас по положению, ну, директор или, там, мэр, там, президент, ну, как, если мы с ними встречаемся публично, ну, с президентом мы, наверное, встречаемся публично, может быть, кто-то с мэром, и то это нечасто. С людьми, которые где-то у нас по положению старше. Да, ну, как мы ему, то есть, мы ему лично говорим, ну, или по имени-отчеству, но как мы ему говорим про себя в мыслях? Видите, в чем разница? То есть, мы можем публично говорить, вот, ему говорить по имени-отчеству, а тут теперь думать о нем... Так вот, интересно, что Сара про себя, как бы, внутренне, про настоящего, уважала своего мужа, называла его, как бы, в сердце, то есть, не на устах, и в жизни так относилась. Господин мой, господин мой. Я даже трудно представить, что, возможно, такое есть, но трудно представить, что кто-то из наших прекрасных сестер, хотя, наверное, такое есть, да, чтобы так вот про себя думал у мужья. И вот приводится в пример, что поступайте, как Сара, как бы, призывается, чтобы вы пошли и научились у нее. Знаете, сейчас есть модно такие разные названия, там, школа красоты, школа красоты, такой-то или такой-то. Так вот, школа красоты Сара, в которой Бог говорит, пойдите у нее научитесь. Это красота сердца. Правильного и уважительного отношения к своим мужьям. И это делает женщину красивой, по-настоящему красивой, перед Богом и перед мужем. Делать ее женственной. Покорность, скромность, послушность, несворливость. Стих седьмой обращается уже к братьям, к мужчинам, к мужьям. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим, более слабым, более хрупким, как с немощнейшим сосудом. Мы оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Мужья, которым Бог наделяет авторитет быть главою, нам приписывается, чтобы мы так в своей семье имели такие вот уважительные отношения к жене, понимая ее, возможно, большую, чем мы, слабость. Мы даже называем мужчин сильный пол, а женщин слабый пол. Но обычно мы думаем, что это может быть связано больше с физической работой, с выносливостью. Мужчина может поднять больше вес. Но не только в этом. Даже и в характере. Мужчина более эмоционально устойчивый, расчетливый, с логическим мышлением. Женщина и эмоционально более такая уязвимая. И вот сказано, что мужчины понимали, что женщины не такие, как они. И они по-другому мыслят, по-другому чувствуют. И мы не имеем права просто, как бы, не зряя на их чувства, лопнуть дверью и сказать, что или кулаком по столу будем, помоем. А чтобы также, понимая их чувства, понимая их силы и физические, и душевные, опекались ими и были главными в этой семье. Чтобы не было никакой жестокости или суровости, непонимания, когда жена бы лила слезы из-за вот такого черства, непонимающего сердца мужа. Причем сказано, хотя вот в семье их роль или позиции разные, мужа как главы семейства, жены как помощницы. Но это, как бы, функции разные в семье, но перед Богом каждый из нас одинаково ценен и одинаково приемлем, сказано, как сонаследницам благодатной жизни. Перед Богом и муж и жена имеют возможность иметь одинаковое спасение, одинаковое положение в Царстве Божьем, одинаковую награду. То есть там же не играет роль, а ты был мужчина или женщина. Такое будет положение в Царстве Божьем. Не играет эта роль. Мы одинаково перед Богом во Христе спасены и благословены. И одинаково думаем иметь общую участь в Царстве Божьем. Поэтому вот имея перед Богом одинаковую ценность, мы должны друг другу иметь это уважение и мужья к женам. Сказано, если этого не будет, если не будет, то тогда мужья не только будут иметь трудности в семейной жизни, в отношениях, но будут иметь трудности и в духовной жизни. Последняя фраза в стихах 7. Почему, дабы не было вам препятствий в молитвах. Кажется, ну что такое, ну, жена не поняла меня, это ее проблемы. Пусть тебе там... А это будут препятствия в молитвах. Вздохи, как я так сказал, вздохи обиженной жены препятствуют или не допускают молитвам мужа подняться к Богу. Дабы не было вам препятствий в молитвах. Сегодня мы пришли на собрание, нас немного, поэтому мы точно можем все помолиться, даже не раз. Раз, возможно, и второй раз. Мы пришли помолиться. Ну, это я и Бог, он меня слышит, но Бог говорит, я, твои молитвы настолько имеют доступ, настолько высоко поднимаются, настолько твои отношения чисты. Если ты пошел, у тебя дома скандал, и ты не примирился, это будет препятствия в молитве. Как пишет наставление жизни христианам, которые находятся в обществе, которые очень с большим подозрением и даже с негативом относятся к верующим, и возникает много разных несправедливых сплетен и обвинений. И даже есть угроза, где-то начинается гонение суды по теми ложным обвинениям. И Петр говорит им не о том, что куда им нужно бежать, как скрываться, а вот призывает их, как им нужно жить, чтобы все видели, чтобы их жизнь была ответом на все эти неправильные обвинения, которые возникают. Их несемейная жизнь должна быть ответом. Что мужья, у которых жены стали верующими, чтобы они не смотрели на них с подозрением, а были рады, что у него такая прекрасная жена становится. Чтобы эти отношения верности, честности служили примером хороших отношений. Такой муж будет знать, что у него самая надежная, самая верная жена. Чтобы отношения между мужем и женой, которые стали верующими, также были примером их неверности, почитания, уважения, взаимопомощи. И люди мира могли понять, как это хорошо Богу подчиняться, потому что Бог делает благословение и в семейной жизни. Итак, Петр продолжает дальше. С 8 стиха уже идет наставление для всех, вне зависимости от положения мужа, жена, начальник или подчиненный. Стих 8. Наконец, будьте все, все, единомысленны, думайте одинаково, благодаря Исусуристу, сострадательны, протолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры. Первое и последнее здесь наставление, какими должны быть в этом стихе, касается мышления. Первое, единомысленный, последнее смиренно-мудр. Если у нас будет такое вот правильное мышление, это единомыслие, одинаковое мышление может быть тогда, когда мы начинаем иметь мысли, как у Иисуса Христа, те мысли, которые нам описывает Евангелие. И эти мысли будут смиренно-мудрые, потому что смотря на Христа, на Его кротость, на Его смирение, мы будем скромно свою жизнь оценивать, и будем смирены друг от друга. Но если будут эти правильные мысли, то будут и правильные поступки, правильные отношения, будет и сострадательность, и милосердие, будет и уважение, будет и поступки братолюбия. Стих девятый. Не воздавайте злом за злом, или рубательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Почему мы призваны? Мы призваны, чтобы наследовать благословение. Если Бог нас призвал, чтобы мы получили от Него самое лучшее и доброе вечности, благословение, если мы Его наследуем, то мы в своей жизни должны Его уже раздавать, или проявлять, отдавать. Поэтому, когда к нам от кого-то идет неблагословение, идет зло, идет ругательство, идут злые слова, как мы должны отвечать? Это слово благословляйте, буквально можно было привести, хвалить. Если нас ругают, нас ругают. И тем более, скорее всего, несправедливо. Оговаривают, критикуют. Какие мы плохие? А как мы должны о таких людях говорить? Ну, хочется, как минимум, чем-то похожим, да? А вы благословляете, а вы хвалите. Вас ругают, а вы их хвалите. А вы говорите, у них добрые, ну, не вы, мои добрые, а то добрые, что есть в каждом человеке. Даже в том, кто нас так незаслуженно ругает, или обзывает, или критикует. А вы их хвалите. Я не знаю. Давайте мы вот, да, мы рассчитаем до конца, и, возможно, у нас будет ответ. Давайте. Надо говорить, добрые и правильные всегда. Читаем дальше, смотрите. Стихи 10 по 12, это Петр цитирует, в потреблении этих слов, цитирует Псалом, Псалом Давида. Псалом, который Давид написал после того случая, когда ему грозила большая опасность. Он был добрым к Саулу, а Саул его гонит, хочет убить. И он убегает от Саула и своей родной страны убегает на нашу территорию, в город Геф. И там его тоже обнаруживают. И вот-вот царь его тот вызывает, хочет даже его убить. Здесь угроза. Помните, Давид играет роль, что он не тот, за кого его принимают, за умалишенного. Его отпускают. И после этого Давид пишет такой Псалом, где показывает, что причина, почему его не схватили, почему его отпустили, причина в том, что он молился Богу, и Бог его защитил. И его не узнали. Стих 10. Вот эти слова этого Псалма. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и устат от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро ищи мира и стремись к нему, потому что отчи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло». Сказано в том, что я взывал и Бог меня услышал. Почему? Потому что я в своей жизни поступал по Божьему. Поэтому когда у меня была беда, я к нему выпиял, Бог меня услышал, Бог меня защитил. Поэтому мне это благословение пришло. То доброе, что я ради Бога поступал и со своими врагами, Бог меня возвращает, Бог меня защищает, Бог меня сохранит. Поэтому Бог желает нас благословить. Но для этого нужно, чтобы мы оставались людьми, которые это благословение, которое мы от него ждем, показываем и раздаем. и собственно стих 13 это вопрос. Стих 13 и кто сделает вам злом, кто сделает вам злом, если вы будете ревнителями доброго, то есть если вы будете поступать по-доброму. Если даже есть у нас какие-то люди, которые к нам плохо относятся, если мы будем постоянно и регулярно к ним только по-доброму, только добро, они рано или поздно как бы будут обезоружены, они уже как бы устанут делать зло тем, кто отвечает им добро. Это как бы жизнь не пример, это правило жизни. Ну, в большинстве своих случаев так оно будет. Как бы к нам кто-то несправедливо не относился, если мы к ним будем по-доброму, то в большинстве случаев это зло от него прекратится. Хотя, Петр говорит, хотя, иногда под каким-то дьявольским вдохновением люди все-таки будут продолжать делать зло. Вот стих 14. Но если не страдаете за правду, но если все-таки это зло будет продолжаться, то вы какие? Блаженны. Если страдаете за правду, что-то хорошего, то вы блаженны, о страхе их не бойтесь и не смущайтесь. Бог называет такое положение, когда за несправедливо нас обижают, нечего раз, несправедливо, незаслуженно называют это счастьем, потому что за это будет у Бога большая награда. И нам никак не нужно таких людей бояться. и те проклятия или это зло, которые они говорят бояться. Потому что вот эта вот фраза о страхах их не бойтесь и не смущайтесь и следующее, 15-е. Господа Бога светите в сердцах ваших. Эта фраза это как бы пересказ цитаты из Исаии. Вот как нам было сказано и наверное по памяти Петр цитирует этот стих. Исаия 8-я глава с 12-го стиха. Ну тоже как бы вторая часть из 12-го стиха. И не бойтесь того, чего они боятся и не страшитесь Господа Савуофа. Его чтите свято. Он страх ваш и он трепет ваш. Почему Исаия говорил, чтобы евреи не боялись большого царя ассирийского, который якобы им угрожал. Его не бойтесь, а кого нужно бояться? Бойтесь Бога. Если вы будете бояться Бога и перед ним трепетать трепетать и перед ним благоветь и ему угождать Богу, то вы не будете бояться этих людей, которые вам угрожают. И примерно такое же говорит Петр нам. Если мы будем бояться Бога, вы не будете бояться людей и их угроз. Интересно, что это сказано в контексте вот стих 15 нашего раздела из Петра в контексте, когда кто-то пытается узнать, верующий или не верующий и угрожает нам за это. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с худостью благовения. Когда вылавливали христиан, допрашивали, верующий или не верующий, скажи нам, кому ты веруешь и угрожали ему за это. Петр говорит, если вы будете бояться Бога, вы не будете бояться давать им правильный ответ. Правильный ответ и с правильным характером, с правильным отношением. Помните, Петр однажды побоялся. Вот его спрашивали, когда Христа арестовали, его спрашивали, не ты ли был с ним? Петр побоялся. И он отрекся, потому что он побоялся. А теперь он говорит о том, что братья, если мы будем бояться Бога, мы не будем бояться, когда нас спрашивают и допрашивают и нам угрожают. Мы будем открыты и, ну, управляя на Бога, будем видеть правду о Христе, в том, что мы в Него веруем. В чем эта фраза, вот эта фраза, стиха 15, господа Бога, святите, это, еще раз, это как бы пересказ, цитата из Исаии, там, господа Савофа, чите свят. В многих переводах других, украинским и русским, ну, любые переводы, паши, в куше, 1-й, 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 3-й, 15-й, украинский, 1-й, 1-й, 3-й, 15-й, господа Христа. То есть, в более точных рукописях не сказано господа Бога, а господа Христа, чите свят. Там, в Исаии, это было сказано о Господе, который имеет имя Иегову, вот, Иегову Савофа, чите свят. А здесь это самая фраза, которую применяют к Суристу. Как бы, Иегову Христа, чите свят. Показывая, что отец и сын это имеет равные божественности. Причем, Петр называет так того, кого он лично знал по плоти. Кто с ним плавал в одной лодке. Он говорит, давайте вместе в благовении перед ним бояться, его чтить, Иегову Христа, Господа Христа. Тогда мы не будем, если мы будем иметь такое отношение к нему, правильное, мы не будем бояться людей. И это правильное отношение прежде всего к Христу, его почтение, благовение перед ним, оно проявляется в нашем послушном ему поведении. Когда требуют от вас отчет, а вы с кротостью, благовением к его слуге отвечаете, если я его слуга, я не боюсь тех, кто меня спрашивает, я только боюсь своего хозяина. И я не буду очень заносчивым, потому что я просто слуга его. Я с кротостью, с благовением отвечу. И еще раз, эта фраза Господа Бога или Господа Христа святите, это прежде всего сказано о том, как мы, зная его волю, как мы ее исполняем. Вот дальше продолжается эта идея в стихе 16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житье во Христе». «Щить Господа Христа свято» это иметь доброе житье во Христе. Это жить жизнью, как Христос наслаждается, по Его Евангелию, по Его заповню. Это жить жизнью, когда иметь добрую совесть, это совесть, которая не осуждает нас, потому что мы во всем подчиняемся тому Евангелию, который мы читаем, который мы слушаем. И если будет у нас такая жизнь, то эта жизнь покажет тем, кто нас несправедливо осуждает, что их осуждение просто не имеет ничего общего с правдой. так или и не так оно бывает, когда говорят у нас неправду. Я помню один случай, даже я его с юмором вспоминаю, настолько он явно нелогичный, неправдивый. Помню, была у нас одна сестра, она сейчас уже на небесах, у нее дети неверующие, дочка неверующая, она как-то признавалась, прошли годы признавалась, дат Сергей, моя дочка как-то, ну, дочка относилась с небольшим уважением ни к церкви, ни к ее вере, не очень уважала, и говорит, моя дочка подходит ко мне и говорит, слушай, у вас пастырь, пастырь ваш, ну, на меня, так много ест, но ест это такое мягкое слово, на самом деле, жестче, такой, а она говорит, почему ты говоришь, я смотрю, он постоянно с базара пакеты продуктов носит, ну, я думаю, даже моя физиномия показывает, что не так много я ем, а она говорит, слушай, это не себя носит, у него жена работает там все в бязи, ходит по бабушкам, это и не покупает продукты, ну, я говорю, явно, говорит, поэтому люди, которые хотят какое-то зло придумывать, а не придумают, но Бог говорит, ну, вы живете так, чтобы все понимали, и они поймут рано или поздно, что это ложь, и ничего не имеет общего, а мы просто боимся Бога, и поступаем перед Ним правильно и верно, так пусть ваша жизнь убедит, убедит и покажет, ну, и дальше проводится просто пример, просто пример Иса Христа, с которым так же поступали, вот, несправедливо, незаслуженно он страдал, стих 18, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умещен по плоти на жив дух, потому что Христос страдал как, заслуженно или незаслуженно, незаслуженно, он праведник, праведник, а страдал за неправедность, но если его незаслуженно, не то, что оговаривали, и даже не просто обижали, а казнили и распяли, незаслуженно, и мы не должны бояться, когда нас незаслуженно будет очернить или обижать, потому что вот этот путь незаслуженных страданий, который говорит, он поблажен, он ведет славу, как Христос был распят, но он не воскрес, но он не в небесах, вот стих 22, чтобы побыстрее почитать, который, зайдя на небо, прибывает одесною Бога, и которому покорились ангелы и власть и сил, он незаслуженно пострадал, но он воскрес, он на небесах, все подчинено ему, он нас спасает, там дальше говорилось о нашем спасении, которое мы имеем во кресте, потому что мы в него уверовали, мы приняли крещение, но путь страданий, пусть нас не пугает, потому что спасение наше, Христос на небесах, который нас там ждет, и он ждет тех, кто по его воле, по его попущению также будет страдать. премьевр